Чан, расцвет среднего класса и цифровой экономики существенно изменил многие сферы нашей жизни, в том числе и сектор домашних услуг. В этом месяце мы выясним, в каком направлении идет его развитие. Две недели назад Су Чунь Хун родила второго ребенка. Когда на свет 8 лет назад появился ее первенец, домашние хлопоты и взяли на себя родители Су. Теперь же им трудно управляться по дому, возраст дает о себе знать. Поэтому Чунь Хун решила нанять профессиональную ЮЭСАУ или няню-домработницу. У моих родителей ко всему довольно традиционный и консервативный подход. ЮЭСАУ же настоящие профессионалы. Они точно знают, как позаботиться о ребенке. Курсы всех новых методик. Родители могут вырастить одного или двух детей. В ЮЭСАУ работают с десятками малышей каждый год. Улыбнись ко мне. Работа ЮЭСАУ в какой-то степени уникальна для Китая. В стране считается, что после родов молодые мамы должны получить несколько месяцев отдыха и как можно меньше думать о домашних проблемах. Это создает спрос на профессиональный уход и заботу о малышах и самих роженицах. Су Чунь Хун нашла свою няню-домработницу через компанию ЮФУ Мама. Она была основана в 2012 году и с тех пор предлагает свои услуги по поиску профессиональных ЮЭСАУ. Разрабатывая свою бизнес-стратегию, руководство компании посчитало, что многие молодые мамы теперь могут себе позволить нанять помощницу по дому и уходу за малышом. К тому же спрос существенно увеличило принятие. В Китае политики «одна семья, два ребенка». Спрос на услуги ЮЭСАУ сегодня предъявляет каждая третья семья в Китае, поэтому у рынка есть огромный потенциал, особенно теперь, когда приняли политику «одна семья, два ребенка». В некоторых европейских странах или в Японии этот сектор также быстро расширяется. Думаю, что в Китае он продолжит стремительно расти и увеличиваться в объемах. Из-за смягчения правил в сфере контроля рождаемости в Китае теперь ожидают очередной бэби-бум. Так что работать на рынке ЮЭСАУ начинает все больше компаний. Консалтинговая компания «Аналисис» прогнозирует, что сфера экономики, связанная с заботой о малышах, к концу 2018 года вырастет до трех триллионов юаней. Впрочем, игроки этого рынка присматриваются не только к уходу за детьми, но и осваивают смежные направления. Эта шанхайская компания, например, помогает семьям найти домработниц, гувернанток и сиделок. Создатель фирмы «Сядзюнь» полагает, что повышение уровня жизни в стране создает все больше спрос на услуги по уходу на дому. И качество жизни растет и улучшается. Многие семьи покупают квартиры все большей площади. И чем больше там квадратных метров, тем выше спрос на уборку и другие услуги. Он растет последние пять лет. Аналогичная ситуация и с услугами, связанными с уходом за детьми. USAO нужны для новорожденных, а мы еще предлагаемые сервисы для детей в возрасте от одного месяца до шести лет. Сиделки для пожилых сейчас тоже все больше востребованы. Компания «Сядзюня» запустила франшизу и уже имеет порядка 600 представительств по стране. Покупателям франшизы предлагают не только бренды и маркетинговую стратегию, но и услуги по обучению персонала, а также техподдержку. Филиалы компаний созданы даже в Тибете и Синьцзяне. «Сядзюнь» отмечает, что спрос на услуги на дому растет, прежде всего в мегаполисах, хотя постепенно начинают подключаться и города поменьше. В некоторых из них спрос даже выше, чем в Пекине и Шанхай. В городах с меньшим населением люди в основном обращаются за услугами по уходу за малышами и уборкой. Цены на недвижимость там растут, хотя многие все равно переезжают в двух- и трехкомнатные квартиры. Раньше они убирались сами, теперь им нужна профессиональная помощь. К тому же уборку теперь устраивают куда чаще, несколько раз в неделю. Если нанимают кого-то, то требуют очень тщательно выполнять работу. Кроме того, люди со средними и высокими доходами, живущие в городах второго и третьего эшелона, все чаще обращаются за услугами по уходу за детьми. У них самих нет на это времени, а родители, которые нередко не могут похвастаться образованностью, привлекать не хотят. Вот и получается, что в Вэньчжоу, например, расценки на услуги даже выше, чем в Шанхае. Данные с портала Tianjin.com показывают, что количество компаний, которые оказывают услуги по уборке или уходу за детьми, достигло 690 тысяч. По итогам 2016 года их суммарный доход составил 330 миллиардов юаней. Резкий рост спроса в этой сфере заставил чиновников смягчить ограничения на найм нянь и домработницы за границей. В Шанхае, например, разрешили некоторым иностранным экспертам при переезде брать с собой домработниц в Филиппин, если они уже работали с ними раньше. При этом в ближайшее время Китай может официально допустить квалифицированный домашний персонал с Филиппин к работе в некоторых крупных городах. Перед тем, как начать наш разговор, я хотела бы представить сегодняшнего гостя. Это господин Гаусин, руководитель отдела глобальных продаж компании Juntai Securities. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Сначала хочу спросить вас, что именно увеличивает спрос на домашние услуги в Китае? Можно ли назвать одним из главных факторов отмену политики «Одна семья, один ребенок»? Конечно. Думаю, это одна из самых главных причин. В целом же факторов несколько. Один из них — это изменение самого отношения людей к работе по дому. Раньше поколение наших родителей было в полной уверенности, что они должны делать такую работу сами. Они и не думали кому-то ее поручить. Даже мысли такой не возникало. Теперь же молодые люди все чаще рассуждают так. «У меня есть дела поважнее, так почему бы мне не нанять кого-нибудь, кто сделает за меня и получит за это деньги?» Это первая причина. Вторая связана с миграцией сельских жителей в города. Они приезжают, но не имеют никаких особых навыков и квалификаций. Работа по дому не требует много навыков. Да, да, да. В такой работе нет больших требований. Заняться ей может чуть ли не каждый. Из сюжета мы узнали о компании «Айдюнь». Она запустила франшизу, и теперь у нее 600 представительств по всей стране. Это довольно большое агентство. В чем преимущество и недостатки работы по франшизе в этой сфере? Этот вид бизнеса существует уже очень давно. В основном в виде мелких предприятий в городах по всему Китаю. Сейчас же эта компания пытается объединить эти фирмы под одним брендом с помощью своей франшизы. Но самая большая проблема здесь — это контроль качества. Если раньше услуги оказывали все эти небольшие предприятия, они за все сами отвечали. Если была проблема с качеством, то это была их частная проблема. Теперь на сцену вышла большая компания, которая просто не может контролировать работу всех представительств во всех городах. К их франшизе главным образом присоединяются бизнесмены, у которых уже были свои работающие агентства по услугам на дому. Сейчас они захотели стать частью общенационального бренда, пользоваться их маркетингом и услугами, и поэтому решили присоединиться. Но несмотря на это, они, скорее всего, будут продолжать работать так, как привыкли. Именно жестких стандартов здесь нет. Да, и если бы даже были, их внедрение потребовало бы много денег, усилий и времени. Не так много людей хотели бы контролировать уровень сервиса по всей стране, особенно если по франшизе работают 600 агентств. Управлять этим очень трудно. Давайте обсудим наш сюжет. Есть информация, что Китай планирует в пилотном режиме разрешить трудоустройство филиппинских домработниц. Я не уверена, что эта информация соответствует действительности, по крайней мере, я сейчас. Это еще не разрешено. Тем не менее, рынок огромен. В Сенгане все это давно разрешили, но в Китае по-прежнему есть большое количество низкоквалифицированных рабочих. Действительно ли на этом фоне стоит позволять зарубежному персоналу здесь работать? Что вы об этом думаете? Что значит эта экспериментальная программа? Не думаю, что страна уже к этому готова. Раньше я жил в Сенгане и знаю о филиппинских домработницах. Конечно, это позволяет людям экономить много времени, и поэтому они могут сконцентрироваться на чем-то более экономически целесообразном. Но там абсолютно другая ситуация. Сенган относительно маленький, там нет большого притока людей. Если он и есть, то это приток высококвалифицированных специалистов. Правда. Это профессионалы с хорошим образованием и ценными навыками. Как правило, они приезжают из развитых стран, так что для Сенгана все это может иметь смысл. Но если мы говорим о Пекине, сюда приезжают низкоквалифицированные рабочие со всего Китая, а Китай огромен. Если мы начнем приглашать иностранных помощников по дому, это может создать проблемы. Так и есть. Гарантия занятости — это очень важный для Китая социальный вопрос. Нам нужно убедиться, что каждый может найти себе рабочее место. Но при этом, как вы говорили, в Пекине или Шанхае зарплаты домработниц уже почти такие же, как у офисных работников. Уже почти в два раза выше, чем получает филиппинская домработница в Сенгане. В два раза выше, да. Поэтому если допустить филиппинских домработниц до внутреннего рынка, то спрос, думаю, будет очень высоким. Особенно среди тех, кто хочет, чтобы их ребенок учил английский. Словом, это подорвет рынок. Действительно подорвет. Именно поэтому, как мне кажется, правительство не планирует это разрешать. Чиновникам нужно, чтобы люди могли найти работу в больших городах. А теперь мы уходим на небольшой перерыв, после которого выясним, как интернет меняет сектор домашних услуг. Не переключайтесь. Интеграция онлайн и офлайн-услуг, также известная как O2O, изменила множество сфер нашей жизни, и сектор домашних услуг не стал исключением. Китайские семьи предъявляют самые разные требования к домработницам. Одни хотят нанять помощницу, которая поладит с домашними животными, другие не прочь, чтобы она еще и готовила блюда местной кухни. Такой разброс в требованиях мотивировал компании iDuny и YufuMama запустить свои собственные интернет-платформы. Достаточно скачать приложение для смартфона, выбрать нужные навыки и умения, указать место работы, заработную плату и степень опытности персонала, и программа выдаст список кандидатов. Возраст, место рождения, сертификаты, все это указано на личной странице специалиста. Если клиент находит нужного человека, можно сразу же назначить собеседование. Все это по интернету, что экономит много времени и усилий. Раньше поиск работника был большой проблемой. Вы могли искать, к примеру, официанта, проводили множество собеседований, но так никого и не могли найти. Онлайн-приложение позволяет нашим клиентам сразу же получить информацию о соискателе. Мы публикуем их фотографии, данные об образовании и опыте работы. Все это можно сразу же обсудить с нашими менеджерами в онлайн-режиме. Но полностью довериться интернету при поиске домработницы готовы далеко не все. Ян Ян живет с родителями. У нее ушла уйма времени, чтобы найти подходящую помощницу по дому. В определенный момент Ян начала искать в интернете, но одновременно обратилась и в офис компании, чтобы организовать там собеседование. Сочетание онлайн и офлайн-поиска она считает наилучшим вариантом. Мы живем в эпоху интернета, там куда удобнее искать персонал. Достаточно нажать на кнопку, и вы сразу же получите базовую информацию. Так можно выбрать того, кто понравился. Но мне все же кажется, что лучше всего не полностью полагаться на интернет, а прийти в агентство и посмотреть их базы. Так удобнее. Онлайн-услуги сейчас охватывают почти все сферы жизни. Но заказать доставку еды через мобильное приложение или купить футболку в интернет-магазине куда проще, чем найти качественные услуги на дому. Клиентам необходимо точно знать, кого они нанимают в роли домработницы, няни или сиделки. Поэтому сочетание онлайн и офлайн-поисков в этом вопросе позволяет лучше обезопасить клиентов от лишних проблем, заодно помогая развитию специализированных компаний. Нужно комбинировать онлайн и офлайн-услуги. Мы открыли офисы в крупных городах и создали при них тренинг-центры, чтобы повышать квалификацию наших работников. Наш интернет-сайт и онлайн-сервис работают под единым брендом. Все наши услуги стандартизированы. Онлайн и офлайн вместе — это и безопасность, и доступность информации. Нельзя отделять одно от другого. Статистика сайта цяньджань.com показывает, что в 2016 году объем рынка онлайн-то офлайн-домашних услуг достиг 168 миллиардов юаней. Многие специализированные интернет-платформы, в том числе Едзяцзе, Айбан и Даодзяком, привлекли дополнительное финансирование. Из-за большого спроса на услуги на дому и растущего интереса людей к интернет-сервисам в целом может показаться, что будущее у этой индустрии лучше некуда. Но в ней все же существуют определенные проблемы. Итак, Гаусин, мы знаем, что платформы, которые объединили онлайн и офлайн-услуги, смогли перевести сферу домашнего сервиса в цифровой формат. Какие преимущества это создает для потребителей и для множества агентств, которые занимаются такими услугами? Прежде всего, это эффективность. Раньше вам нужно было идти в агентство, говорить им, какие именно услуги вам нужны. Они вас выслушают, вы уйдете домой, и только через несколько дней вам перезвонят и попросят провести собеседование с нужным вам персоналом. Весь процесс занимает две недели и больше. Но теперь есть онлайн-услуги, и вы можете взять смартфон и посмотреть анкету любого работника. Если вам кто-то понравился, вы нажимаете кнопку, и очень скоро вам позвонят. Так можно организовать лично собеседование в кратчайшие сроки. Мне это кажется очень эффективным. Второй момент — это затраты. Вы вряд ли захотите обойти все агентства в вашем районе. Скорее всего, выберете пару ближайших. Но в этом случае вы не сможете сравнить цены. В интернете все это можно увидеть, причем сразу видны и понятны расценки всех агентств. Действительно, и вы даже можете прочитать и сравнить отзывы прошлых клиентов. Задам еще один вопрос. Многие интернет-компании стали расширять свой спектр услуг, добавляя в него еще и помощь по дому. Интернет-компании, которые идут по этому пути, против специализированных агентств, осваивающих глобальную сеть. Кто из них, по-вашему, имеет больше преимуществ? В обоих вариантах есть свои плюсы. Но нам нельзя забывать, что интернет-компании слишком ленивы. Они не будут этим сами заниматься. Их персонал любит сидеть в офисе, думать о бизнесе и делать все в сети. Так кто в таком случае будет выполнять свою грязную работу? Это будут те самые агентства. Получается, что интернет-компании в итоге отдают все на аутсорсинг специализированным фирмам, а те, в свою очередь, рассматривают интернет-компании как поставщиков новых клиентов, ведь они действительно приводят к ним новых людей. В итоге они сотрудничают друг с другом. Да, может быть, сотрудничество в этом деле лучше, чем если каждая сторона будет стараться пойти по своему пути. Хочу обсудить с вами еще одну компанию. 5.8 Home. Это еще одна ауту-платформа, которая специализируется на услугах по дому. Она открыла реальные офисы. Что вы думаете о создании традиционных представительств? Это хорошая идея? Насколько я знаю, 5-8 не расширяются в этом направлении. Они просто хотели предложить более удобный сервис своим онлайн-клиентам, и поэтому открыли лишь несколько офисов. Если клиенты хотят провести собеседование с выбранным ими персоналом, они могут там встретиться за кофе, обсудить интересующие их вещи и подписать контракт. Все это просто попытка предоставить дополнительные услуги. Они не собираются открывать офисы по всей стране, интернет-компании этим не занимаются и предпочитают работать с минимальным количеством физических активов. Так что, еще раз скажу, это просто дополнительная услуга. Их основной вид деятельности — поиск агентств, готовых к сотрудничеству. Поняла. Услуги по дому — это совершенно точно огромный рынок в больших городах Китая. Но что вы думаете о спросе в городах поменьше, особенно в следующие 5-10 лет? В городах поменьше спрос тоже есть. В этом плане они ничем сильно не отличаются от мегаполисов. Ленивые есть везде? Да. Но есть одно отличие. Маленький город в каком-то смысле как деревня. Все друг друга знают. Да, и расслоение по классам тоже минимальное. Там нет большого контраста между людьми с низкой квалификацией и доходами и высокообразованными специалистами с большим заработком социоэкономических классов. Там относительно немного. Да, все правильно. Кроме того, в мегаполисах работает большое количество агентств. Они конкурируют друг с другом. Интернет-компании на этом рынке имеют большое преимущество. Они могут решать, в какое агентство направлять новых клиентов. В маленьких городах ситуация другая. Там есть несколько своих агентств, о которых все знают, и у которых очень сильные позиции на местном рынке. Из-за такой специфики интернет-компаниям трудно с ними торговаться и вести переговоры по условиям привлечения клиентов. Очень интересно. Будем наблюдать, как этот рынок будет развиваться, особенно в следующие 5-10 лет. Хорошо, а теперь настало время для еще одного перерыва. После него мы узнаем, что ждет эту индустрию в будущем. Не уходите. В развитии сектора домашних услуг существует немало проблем и вызовов. Как же преодолеть и что же ждет эту индустрию в будущем? Давайте выясним. Госкомитет КНР по делам развития и реформ прогнозирует, что количество людей, работающих в индустрии домашних услуг в масштабах страны, достигнет 280 миллионов. Однако уровень образования многих из них до сих пор относительно низок. Чтобы гарантировать качество оказываемых услуг, многие компании начали заниматься повышением квалификаций и практических навыков своих работников. Все домработницы из нашей компании должны иметь разрешение. Клиенты могут проверить это через интернет. Наш персонал регулярно проходит курсы повышения квалификаций, к примеру, в сфере уборки помещений. У клиентов самые разные предпочтения, и мы должны учитывать их все. Но это помогает не всегда. Джан Юань, сменившая трех домработниц за последние несколько месяцев, говорит, что найти идеального кандидата очень трудно. Одним не удалось поладить с членами семьи, у другой и вовсе нашли заразную болезнь. Мне всегда было трудно решиться на замену домработницы, потому что так моим детям приходилось заново привыкать к новому человеку. На первых порах они могли даже заплакать, поэтому нам часто приходилось отпрашиваться с работы и идти их успокаивать. Хотелось бы найти добрую и опытную работницу со всеми сертификатами, которая поладила бы со всей семьей, но это непросто. Но случай Джан Юаня не идет ни в какое сравнение с другими происшествиями, которые случились в разных частях страны. В прошлом июле домработница в Ханчжоу была арестована по обвинению в поджоге квартиры клиентов. В огне погибли мать и трое детей. Эта трагедия породила разговор о необходимости регулирования этого рынка. Джан Лили, глава Шанхайской ассоциации домашнего сервиса, подчеркивает, что проверить подлинность данных персонала иногда довольно сложно. Самая главная проблема индустрии связана с персональными данными работников. Получить их в достаточном количестве часто невозможно. В шанхайских семьях сейчас работает около полумиллиона помощниц по дому, но только половина из них зарегистрирована в нашей ассоциации. Проверить, подлинные ли предоставленные ими данные, тоже бывает сложно. Многие профессиональные организации занялись решением накопившихся в сфере проблем. Спустя пять дней после трагедии в Ханчжоу, одна из шанхайских районных ассоциаций домашнего сервиса выпустила кодекс поведения для домашнего персонала, насчитывающий 50 пунктов. Он устанавливает ответственность за такие нарушения, как выявленные факты привлечения к уголовной ответственности в прошлом или предоставление ложной информации в резюме или медкнижке. Но может ли строгий контроль подлинности персональных данных гарантировать, что подобные трагедии не повторятся? В 2012 году правительство предложило принципы регулирования рынка, но статус закона они не получили. Юристы отмечают, что самое главное сейчас заставить эти правила работать. Домработницы обычно оказывают услуги на ежедневной основе, и хотя со временем они знакомятся с каждым членом семьи, нередко они все же могут сделать что-то разрушительное, начать пожар, к примеру. Это происходит не часто, но и такие случаи нам нужно постараться исключить. Правила, опубликованные Министерством коммерции, это скорее служебные инструкции. Но это не значит, что они не подходят для регулирования всей отрасли, нам просто нужно гарантировать их исполнение. В июле 2017 года Государственный комитет по делам развития и реформ в результате совместной работы с 16 ведомствами и организациями опубликовал детальный план повышения качества домашних услуг. Среди прочего, он предусматривает страхование персонала, его профессиональную подготовку, а также создание специализированных курсов в учебных заведениях. Итак, Гао Син, сейчас, если мы говорим о секторе услуг на дому, мы чаще всего подразумеваем малые и средние компании. Что вы думаете об их укропнении? Хорошо ли это для развития отрасли? Думаю, если они занимаются только лишь этим бизнесом, то есть предлагают персонал для помощи по дому, то расти им будет очень сложно. Но если они еще охватят и сферу профессионального образования, то ситуация изменится. С одной стороны, вы учите персонал, с другой, занимаетесь его трудоустройством. Так можно вырасти до больших размеров. Знаете, что интересно? Когда речь идет о профессиональном образовании в секторе услуг на дому, мы знаем, что там есть отдельные категории и специализации. Более узкие специалисты получают больше денег. Например, ЮЭСАО, няня-помощница, которую приглашают для ухода зараженницей малышом в первые месяцы. Им платят намного больше, чем обычным домработницам. Этому, наверное, можно обучить людей? Да, конечно. Но на самом деле ситуация сейчас такова. Большая часть этих помощниц не может похвастаться хорошим профессиональным образованием. Почти все они просто опытные матери, которые хорошо знают, как позаботиться о ребенке. Может быть, они ходили на курсы длиной в месяц, но не более того. Если же они получат профессиональные сертификаты, они смогут рассчитывать на гораздо больше доход и получать в 2-3 раза больше, чем другой домашний персонал. А агентство, которое занимается таким профессиональным образованием или предлагает курсы повышения квалификации своим работникам, а потом выдает им сертификаты, будет иметь очень хорошую репутацию на рынке. К ним будет обращаться все больше клиентов. Так их бизнес по трудоустройству получит стимул к развитию. Потому, думаю, сочетать эти два направления очень выгодно. Давайте поговорим о более зрелых рынках. Помощники по Думу не так сильно распространены во многих развитых странах, потому что стоимость труда там намного выше. Взять, к примеру, Соединенные Штаты. Если сравнивать Китай и США в плане зрелости рынка, США, скорее всего, впереди. Но там подобные услуги более профессиональны, и большинство домработниц имеют профессиональную подготовку. Китай тоже движется в этом направлении? Думаю, Китай совершенно точно пойдет по этому пути, но отрасль необходимо регулировать. Сейчас она развивается стихийно. И хотя в количественном плане спрос очень высокий, в качественном плане все только начинается. Люди начинают понимать, что нередко не получают уровня услуг, за которые заплатили. Поэтому персонал необходимо обучать, давать ему возможность проходить курсы повышения квалификации. В будущем у нас будет та же ситуация, что уже сейчас есть на более зрелых рынках. Мы уже говорили о том, что работать в этой сфере может большинство людей. Если вы не инвалид, если у вас нет серьезных физических ограничений, то вы можете стать помощником по дому. Вам не нужны образования или какие-то специальные навыки. Однако кажется, что на рынке все равно возник дефицит такого персонала. Почему так происходит? Все дело в демографической ситуации. Молодежи в структуре населения становится все меньше. Темпы рождаемости снижаются. Поэтому в стране и разрешили иметь второго ребенка. И рабочая сила сейчас становится все более образованной. И в больших городах растут цены на недвижимость. Поэтому людям, которые занимаются такой работой, все сложнее жить в мегаполисах. Они вынуждены возвращаться в родные города, и у нас образуется дефицит рабочей силы. Действительно, рост стоимости жизни вытолкнул с рынка много людей с низкими доходами. Поэтому, возможно, сектор услуг по дому начинает из-за этого меняться. Давайте поговорим о развитии искусственного интеллекта в Китае. Страна сейчас в авангарде развития этих технологий и инноваций. Китайский рынок домашних услуг огромен. Помимо ухода за детьми, нам все больше нужны услуги по уходу за пожилыми. Баби-бумеры 50-х и 60-х годов стареют. Им все чаще нужна сторонняя помощь. Как вы думаете, могут ли роботы заменить домашний персонал в будущем? Настал ли этот момент? Настанет ли он когда-нибудь? Он точно еще не настал. Но есть же румба, робот-пылесос. Я сама им не пользовалась, но слышала, что они довольно хороши. Нам все еще нужны люди, чтобы выполнять многие виды подобных работ. Пожилые требуют особого ухода, с ними нужно быть осторожнее. Но опять же, одна из основных проблем в том, что молодежи в Китае становится все меньше, а пенсионеров все больше. Поэтому, думаю, в будущем страна приложит намного больше усилий для разработки и внедрения технологий, способных облегчить уход за пожилыми. Согласна, и мы будем с нетерпением ждать этого дня. Большое спасибо за ваши комментарии, Гаусин. Спасибо, что пригласили. Большое спасибо, что смотрели этот выпуск программы «Путь к успеху». Увидимся в то же время на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Перед вами город Ухань, который расположен на реке Янзы. Уже в XVII веке, благодаря уникальному географическому положению, здесь был крупный водный и наземный транспортный узел. Около полутора веков назад сюда стало проникать влияние современной европейской культуры, что придало городу неповторимый облик и колорит. Промышленное строительство, начавшееся после образования КНР в 1949 году, ускорило модернизацию и развитие города. Теперь это мегаполис с населением 10 миллионов человек, и сегодня мы познакомимся с одним особенным жителем этого города. Вечером Я родился в 1926 году, я был русским. 1, 2, 3, 1, 2, начало! Я в Китае, я в Китае, я в Китае, я в Китае. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Держится. Ты должен быть самым. Ты должен быть самым. Давай. Давай, давай. Давай. Ты должен быть самым. Высой. ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торzok Здравствуйте, дорогие друзья! Дима Торzok Дима Торzok Сегодня у нас в гостях повар Шиваньжун, и мы вместе с ним будем готовить одно замечательное блюдо. У него такое интересное название. Называется оно «рыбные наггетсы». Да. Нежные кусочки рыбы в хрустящей корочке и никаких костей. Сегодня мы будем готовить морской язык, который в сочетании с овощами и кетчупом не только отлично подходит для сбалансированного питания, но и просто возбуждает аппетит. Итак, нам понадобится морской язык, тостовый хлеб без сахара, овощной ассорти, яйца, водка, молотый белый перец, кетчуп, лимон, оливковое масло. Какую рыбу вы сегодня нам принесли? Сегодня у нас хорошая рыба, морской язык. Все знают, что некоторые виды рыб содержат очень много воды. Как у рыбы может быть... Нет, подождите. Например, эта рыба или пинагор. Они слишком водянистые. Если мы покупаем замороженную неочищенную рыбу, она очень нежная на вкус и водянистая. Она обитает на глубине нескольких сотен метров, где очень большое давление. У морского языка малокостей его мясо не черствеет даже при долгой варке и содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Морской язык благотворно влияет на зрение, прекрасно подходит тем, кто проводит целый день за компьютером. Он предотвращает артериосклероз и улучшает память. У этой рыбы есть один недостаток. В чем он заключается? Как раз в том, что она водянистая. Поэтому нам придется ее замариновать с вечера. Это на самом деле необходимо? Да, это очень важно. Мариновать всю ночь? Да. Вы добавляете к ней лук с имбирем, солите, наливаете немного водки и оставляете на ночь. На утро, после того, как рыба полежит в этом маринаде, из нее выйдет влага. Ее мясо будет очень вкусное и нежное. Вы говорили о том, как избавиться от влаги. Да, совершенно верно. Эту рыбу нам особо разделывать не надо. Она у нас без костей. У нее ни одной косточки. Да, морской язык очень хорошая рыба. Ее и готовить есть одно удовольствие. Да, нарезаем рыбу ромбиками. Ромбиками? Да. Мастерши, в супермаркетах продается довольно много филе глубоководных рыб. Кроме этой есть еще треска. Да, она дорогая. Точно. Есть еще красный пагр. Да. И эти виды... Их тоже можно готовить. Они тоже подходят? Только видите, какая она ломкая и хрупкая. Точно. Она на вид такая размягшая. Потому что в ней много влаги. Она не размягшая, а просто мягкая. Кладем ее в тарелку. Поэтому ее заранее маринуют. Чтобы мясо было более упругим. Овощи для маринада надо отбить. Когда их отобьешь, из них выделяется сок. Режем лук на две части, а потом отбиваем. Да. Видите? Имбирь тоже надо отбить. Если вы просто нарежете, сок не выделится. Видите, сколько его здесь? Так. Теперь возьмем немножко водки. Это настоящая водка? Да. Она хорошо убирает ненужные привкусы. Рисовое вино с этим не справится, да? Да. Вообще для этого хорошо подходит коньяк, но дома его, как правило, нет. Теперь еще и коньяк придется покупать. Солим. Кто-то не понимает, зачем в маринад для рыбы добавляют сахар. На самом деле он улучшает вкус. Только много его не сыпьте. Соли должно быть больше. Понятно. Соль должна перебить сахар. То есть у соли здесь более важная роль? Да. Она вытягивает влагу? Выжимаем лимонный сок. Ни один маринад для рыбы не обходится без лимона. Он лучше всего устраняет специфические запахи. А если выжать лимон, то водку можно не добавлять? Водку тоже можно добавить. Чувствуете, как хорошо пахнет? Да, хочется прямо так съесть. Лично я думаю, что рыбу лучше всего мариновать с коньяком и лимоном. После ваших слов у меня слюнки потекли. В нашем сегодняшнем блюде присутствует один ингредиент. Это вот такой хлеб. Его сейчас можно купить в любом магазине. Да. Нам у него надо отрезать корочку. Она не нужна. Хлеб нарезаем на вот такие кусочки. Чтобы во время резки он не развалился, нужно положить его в холодильник. Вы хотите сказать, что хлеб нужно положить в морозильник? Нет, туда, где овощи. То есть в холодильную камеру. На следующий день хлеб затвердеет. Потом мы его можем нарезать на кусочки. Сразу не режьте, потому что он мягкий. Сколько же нужно времени, чтобы так ровненько его порезать? Мягким вы его точно так не нарежете. Я думала, вы имеете в виду те большие куски, поэтому и удивилась. А так резать тяжело. В холодильнике хлеб замерзнет и станет твердым. А мы его легко нарежем. Открыл вам небольшой секрет, да? И еще, когда мы начинаем жарить хлеб, он сразу же подрумянивается. Да. А все потому, что в нем содержится сахар. Поэтому кажется, что он подгорает. Так что если дома у вас остались помпушки, лучше берите их. Точно. В них нет сахара. Нарежьте их, обжарьте, и они будут красивого золотистого цвета. В смысле эти один и тот же? Да, это то же самое. Ну и все тогда. Хотя хлеб, конечно, лучше помпушек. Потому что он... Он пахнет дрожжами. Да, уже можно начинать. Есть еще один момент. Нам нужно замесить кляр. Сегодня он у нас будет простым. Мы разобьем яйцо и перемешаем его с крахмалом. Яйцо разобьем прямо сюда? Потом обваливаем в нем рыбу и все. Очень удобно. И вправду удобно? Да. Наши зрители обожают слушать ваши полезные советы. Это очень легко. Конечно. Может показаться, что мы все очень ленивые. Но на самом деле это так и есть. Главное, что это все очень просто. Да, нам важно, чтобы это было легко готовить. Да. А то сами начнем думать, что мы постояльцы пятизвездочного отеля. Мастерши, а какой крахмал вы используете? Я добавил кукурузный крахмал. Используйте только его. Крахмал, например, фасолевый или обычный, более упругий по своим свойствам. Поэтому берите самый обычный кукурузный. Вообще он очень хорошо подходит для приготовления блюд в кляре. Поняла. Его, собственно, мы сейчас и делаем. Яичный желток придаст хруст, а белок мягкость. Понятно. Видите, в принципе, тесто сейчас очень сухое. Да. В желтке и белке содержится влага, видите, только что оно было сухим. Теперь мы его перемешали, и если добавить воды, оно станет жидким. А его вязкость, то есть его консистенция... Видите, оно немного тянется. Если будет густым, то не закрепится. А слишком жидким все растечется. Да, это никуда не годится. Точно. Получается, что лучше всего замешивать такое тесто по принципу, какой вы только что продемонстрировали. Да. Рыба у нас уже замариновалась. Это все нужно убрать. Лук нам не нужен. Эти мелкие кусочки тоже надо достать. Доставайте, доставайте. Иначе при обжарке они подгорят. Да. Уберем все лишнее, и можно обмакивать рыбу в кляр. Кладем ее сюда. Видите, как все просто. Раньше ничего подобного не было. Теперь все очень удобно. Получается, не нужно обмакивать каждый кусочек по отдельности. Можно вывалить их все в чашку с кляром, обмакнуть их, а потом так же все обвалять в хлебе. Нет, обваливайте каждый кусочек. Все-таки надо. Потом их тоже придется жарить по одному. Нет. Если закинуть все сразу, ничего не получится. Почему не получится? Они прекрасно обваляются, если их закинуть все сразу. Смотрите. Его нужно засыпать. Да. Видите? Вот он. Оказывается, как выглядит. Если бы не было кляра, на него бы приклеилось несколько кусочков в лучшем случае. Да. Нам надо поменять тарелку. Это слишком маленькое. У нас так много рыбных кусочков. Это вывалим сюда. Мастерши, хлеб должен хорошо приклеиться к рыбе. Да, его нужно вот так придавить, потому что в рыбе еще есть вода. Да. Он не прилипает. Вы уже об этом упомянули. Если оставить рыбу на ночь в маринаде, будет получше, да? Да, ничего другого нам не остается. Вот, видите? Это точно. Вот так сдавливаем их. Мастерши, а если, например, у меня тут получились пустоты, это нормально? Конечно. Ничего страшного. Если вы обваляли не весь кусок, это не страшно. Только придавливайте их рукой. Да. Тут главное... Если бы мы это не сделали, я бы не увидела, сколько воды в этой рыбе. Знаете, почему мы решили выбрать именно эту рыбу? Во-первых, она недорогая. Во-вторых, она без костей, поэтому подходит детям и пожилым людям. Да, это важно. Согласны? И она отлично впитывает разные вкусы. Да, обычную рыбу дети и старики кушать не смогут. Это правда. Они ведь могут подавиться костями. То есть мы так долго возились с этой рыбой, и теперь нам надо просто обжарить ее во фритюре. Да. Рыбу мы замариновали, она у нас уже просолилась, теперь нам нужно сделать соус. Это будут наггетсы, то есть рыба на западный манер, поэтому ее надо макать в кетчуп. Это вкусно. Перец с солью макать ее не надо, он тут не уместен. В западной кухне. Главная мастерша – это температура масла. Подождите, пожалуйста, я возьму кусочек хлеба. Хотите провести эксперимент? Хочу показать вам одну интересную вещь. Пожертвуем маленьким кусочком. Да. С ним ничего не происходит. Пошли небольшие пузырьки, о чем это говорит? Видите, хлеб поджарился по краям, видите? Точно. Смотрите. Я почему-то ничего не заметила перед тем, как вы его достали. Потому что если бы мы закинули рыбу сейчас, она бы сгорела. Получается, мы с вами проверили температуру, и если мы убавим огонь, все будет нормально. Да, я включаю в плиту и теперь закидываю. Смотрите. Вы забрасываете и следите за тем, как… Да, масло шипит. Потом быстренько выключили. Поддерживаете температуру масла. А какая она примерно? Теперь снова включаю, потому что температура упала, когда мы закинули рыбу. Мы постоянно говорим, мол, температура должна быть такой-то или такой-то, но мастер Ши уже много раз нам советовал, что ее нужно отслеживать после того, как вы закинете продукты в масло. Важно наблюдать за процессом. Они уже стали золотисто-желтого цвета. Да. А какого они должны быть цвета, чтобы их можно было вытаскивать? Светло-желтого. Разве они уже не светло-желтые? Еще рано. Они должны всплыть, тогда это значит, что они готовы. Нужно, чтобы они поднялись на поверхность. Да. Наггетсы готовы? Да. Видите? Вы их… Смотрите, этот кусок плохой. Он слегка подгорел, слишком темный по сравнению с другими. Когда будете готовить дома, жарьте в два захода, это требует сноровки. Вы выключили плиту, когда жарили последние два куска, потому что масло сильно бурлило? Да. Видите, хлеб становится темнее и темнее. Это сложно проконтролировать. Вы его закините, он сразу же пожелтеет, а потом станет черным. Поэтому иногда мы идем в ресторан и смотрим, а вот там вот такие темные куски. На самом деле, они просто подгорели. Это точно. А у нас они светло-желтые. Видите, как они подрумянились? Хлеб и впрямь… Здесь кляр немного отошел. Панировка и впрямь в некоторых местах плохо пристает. Да. Так, надо проверить. Это связано с тем, что в мясе именно этой рыбы содержится много воды. Можно воспользоваться еще одним способом – обжарить рыбу целиком. Целое филе? Да. Обжарить, а потом уже нарезать. Но если ее обжарить целиком и кляр отойдет, ей уже ничем не поможешь. Это лучше, чем так. Но потом обратной дороги уже не будет. А что, если она подгорит? Поэтому все зависит от температурного режима. Но в этом есть один положительный момент. Это очень удобно. Пожарил и сразу съел. Уже так вкусно пахнет. Чувствуете? Да. На самом деле хлеб пахнет лучше, чем пампушки. Пампушки – просто хороший заменитель. Нам надо добавить сюда яркости. Для этого мы возьмем овощи. Нам их нужно чуть-чуть посолить, приправить оливковым маслом. Кто-то с маслом добавляет еще и уксус. Это тоже оливковое масло или как это называется? Масло с уксусом. С яблочным уксусом? Да. Мы добавили в них оливковое масло. Без него будет совершенно невкусно. Да. Это будет просто пучок помытой травы. Да. Сюда еще можно положить помидоры. Или нарезать редиску и украсить ею. Да. Ну вот, с травкой блюдо стало красивее. Наши наггетсы готовы. Повторим, как готовить вкусные и питательные рыбные наггетсы. Для начала нарежьте ромбиками морской язык и добавьте к ним отбитый имбирь и лук. Влейте немного водки, посолите, добавьте сахар, сок лимона и оставьте мариноваться. Нарежьте тостовый хлеб небольшими кубиками. Далее развейте одно яйцо в кукурузный крахмал и тщательно перемешайте его. После этого сначала обмакните в полученном кляре замаринованную рыбу, а потом обваляйте ее в хлебе. Теперь влейте в сковороду масло, нагрейте его до 150 градусов, а затем закиньте в него рыбные кусочки. Когда они станут желтого цвета и всплывут на поверхность, выложите их на тарелку. Украсьте блюдо зеленью или овощами, заправленными оливковым маслом и кушайте с кетчупом. Печеные гринки. Каждый раз, когда мы готовим сэндвичи, у нас остается много хлебных корочек, которые жалко выбрасывать. Мы наконец-то придумали, как их можно использовать. Это будет вкусно и просто. Нам понадобятся хлебные корочки, яйцо и сахар. Итак, нарежьте ромбиками хлебные корочки, затем взбейте в чашки яйцо, добавьте сахар и обмакните в нем хлеб. Смажьте противень небольшим количеством масла, выложите на него хлеб и запекайте в духовке 20 минут при температуре 230 градусов. После этого выньте противень, перемешайте гринки и запекайте еще 5 минут. А были ли ракеты? В Сеуле сообщили о новых пусках в КНДР, а позже ракеты в заявлении исправили на снаряды. Разговор Путина и Трампа. За полтора часа президенты обсудили денуклеаризацию КНДР, ситуацию в Венесуэле и доклад Мюллера. Столетие движения 4 мая. Материалы об истории праздника экспонируются в Леонинском провинциальном архиве. Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Игорь Злотников. Что это было? В Сеуле сообщили о новых ракетных пусках в КНДР, но позже военные исправили формулировку и ракеты превратились в снаряды. По первоначальному заявлению Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея, Пхеньян выпустил из района города Вансан в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности. Они пролетели от 70 до 200 километров и упали в воду. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание представителей силовых ведомств. Глава МИД Японии и госсекретарь США провели срочный телефонный разговор. В итоге все сошлись на том, что пуски были не опасны и вообще это были не баллистические ракеты. А в Токио вовсе заявили, над их исключительно экономической зоной ничего такого не пролетало. В японском Минобороны решили, Пхеньян просто захотел напомнить о своих возможностях на фоне зашедших в тупик переговоров с США. В КНДР ситуацию не комментировали. В последний раз там проводили испытания в ноябре 2017 года. Тогда было объявлено, что ракета нового типа Хвасон-15 может нести ядерную боеголовку, а в зону ее досягаемости попадает вся территория США. В апреле прошлого года власти объявили об отказе от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Затем был ликвидирован полигон в Пхунгерии. Продуктивный разговор, так Дональд Трамп охарактеризовал телефонную беседу с Владимиром Путиным, в ходе которой президенты успели обсудить все главные темы международной повестки, а также двусторонние отношения. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. Он длился, наверное, больше часа. Одной из тем была Венесуэла, и он сказал, что не намерен вмешиваться в дела Венесуэлы. Он лишь хочет, чтобы там произошли положительные изменения. И я хочу того же самого. Президенты обсудили северокорейский вопрос. Напомню, в конце апреля во Владивостоке состоялась встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном, и российский лидер рассказал американскому о ее итогах. Трамп призвал Путина оказать давление на КНДР для денуклеаризации. А Путин отметил, добросовестное выполнение пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами. По словам пресс-секретаря Белого дома, очень коротко в разговоре коснулись доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Контекст никакого вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года не было. Что касается двусторонних отношений, то при администрации Дональда Трампа, несмотря на санкции, товарооборот между Россией и Соединенными Штатами увеличился только в 2018 году почти на 8%, достигнув порядка 25 миллиардов долларов. КНР Си Диньпин поздравил короля Таиланда Маху Ваджиралонг Корна с официальной коронацией. Торжественная церемония в Бангкоке началась 4 мая. До 6 числа включительно в Большом Королевском дворце состоится ряд мероприятий, связанных с важнейшим для тайцев событием. Согласно традиции, утром в резиденции Чакрабад Биман прошел ритуал королевского очищения – омовение короля священной водой, собранной на территории королевства. В рамках коронации монарху вручат монограммы и наделят королевским титулом рамы X, а также присвоят ранги членам королевской семьи. Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года, на 50-й день после смерти своего отца, который правил на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена. В Таиланде конституционная монархия, однако тайцы питают глубокое уважение к королевской семье, которая обладает значительной властью. В стране даже действуют строгие законы, которые защищают королевскую семью от публичного обсуждения. Вечные соперники, две самые крупные партии Великобритании, правящая сейчас консервативно и оппонирующая ей Ли Борисская, терпят сокрушительное поражение на региональных выборах, которые только что прошли в Англии и Северной Ирландии. Тори и Виги теряют контроль над местными советами. Чем они разозлили избирателей и кто в итоге сорвет куш в нашем материале из Великобритании. Главными темами региональных выборов всегда были местечковые проблемы. И проходили они обычно мирно и довольно предсказуемо. Но не в этот раз. Лин Джонс, как и сотни других членов городских советов, рядовой пехотинец партии на переднем крае большой политики. Еще во время агитационной кампании она почувствовала, что настроение избирателей изменилось. Люди сейчас очень обозлены. Только придешь, они сразу говорят, что больше никогда не будут голосовать. И еще, что они потеряли доверие к политикам. Главнокомандующая армии консерваторов, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, голосовала в избирательном округе с озвученным ее фамилией названием Мейденхэд. Именно на Терезу Мэй многие указывают как на самое слабое звено партии Тори. Решения, которые принимала Тереза Мэй, многие в моем избирательном округе не одобряют и не поддерживают. По предварительным данным выборов, консерваторы потеряли контроль над 49 местными советами. Впрочем, их главные соперники, лейбористы и левиги, тоже проиграли, уступив власть в шести округах. Камнем преткновения, о которой споткнулись обе ведущие партии, стал вопрос Брексита. Некоторые из избирателей, вероятно, не согласны с обеими партиями в отношениях с Европейским Союзом. Впрочем, некоторым Брексит, наоборот, помог поднять популярность. Либерал-демократы выступают против выхода страны из Евросоюза и за повторный референдум. И вот теперь вечные аутсайдеры британских выборов празднуют победу в 18 округах. В 12 из них они отобрали контроль у прежних лидеров, консерваторов и либералов. И этот впечатляющий результат противников расставания с Евросоюзом лучше всего показывает отношение британцев к Брекситу. Рамиль Гатаулин, Ричард Бестик, CGTN. Двойной праздник. Китай отмечает День молодежи и столетие движения 4 мая. Председатель КНРС День Пин призвал молодое поколение граждан добросовестно нести ответственность перед своим временем и идти в будущее с уверенностью и надеждой. К столетию движения 4 мая Леонидский провинциальный архив организовал выставку исторических документов. Уникальные материалы проливают свет на очень важную главу в истории страны. Мои коллеги продолжат тему. 4 мая – поворотный момент в истории современного Китая. Сто лет назад в стране вспыхнули протесты, которые впоследствии изменили культурную и политическую жизнь государства. Документы, выставленные в Леонидском провинциальном архиве, описывают этот исторический период, как время территориальных потерь, унизительных договоров и поражения Китая на послевоенной Парижской мирной конференции. В устных заметках тогдашнего представителя Китая Гу Вэйдзюни упоминалось, как Германия и Япония захватили земли и получили уступки от Китая, и почему их следует вернуть. Текст довольно связный и убедительный, но преференциальная дипломатия никогда не будет применяться к слабой нации, которая возлагает все свои надежды на конференцию. Версальский договор не оставил Китаю ничего, кроме позора, передав Японии арендные права Германии на территорию Китая. Вскоре начались демонстрации и бойкоты, сначала в Пекине, а затем во многих других регионах страны. Основную массу протестующих составили студенты, представители рабочего класса, а также новая национальная буржуазия. Они призывали к защите национального суверенитета в борьбе с империалистами. Их эмоции и требования по сей день хранят листовки, публикации и официальные документы. «Под давлением общественности китайская делегация наконец отказалась подписать договор. Однако люди увидели трусость и некомпетентность правительства Байяна. Они поняли, что спасти нацию и народ можно только тогда, когда каждый будет участвовать в демократической революции, а не полагаться на власть». Движение 4 мая продолжало расти. Оно стало чем-то большим, чем националистическое и антифеодальное протестное движение. К нему вскоре примкнула интеллигенция. Китайское общество стало более открытым, питав новые идеи демократии, науки и социализма. Эксперты считают, движение 4 мая и сегодня имеет глубокое социально-политическое влияние. «Эти архивы – уникальный ресурс. Они представляют самое яркое, конкретное и точное доказательство того, что произошло на самом деле. Таким образом, нынешнее поколение молодых людей сможет перенять дух движения, которое учит не бояться брать на себя ответственность». На днях в Пекине прошло торжественное собрание по случаю столетия движения 4 мая. На нем выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер особо подчеркнул, что великое возрождение китайской нации лежит на плечах молодежи, которая должна оправдать возложенные на нее партии надежды, ожидания народа и доверия нации, чтобы быть достойной этой великой эпохи. На мусфильме продолжается пост-продакшн фильма «Тайна печати дракона». Это совместная картина России и Китая, в которой приняли участие ведущие мировые актеры, среди которых Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Сейчас идет работа над звуком и графикой. Премьера намечена на осень. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента Евгении Стрыгиной. «Петр Первый открывает окно в Азию. Историческая поездка императора России за границу спустя много столетий вдохновила киносценаристов на создание абсолютно нового приключенческого сюжета. Меня зовут Джонатан Гри, я ученый, картограф. Я изменил маршрут путешествия, чтобы увидеть вашего великого дракона». Действие картины «Тайна печати дракона» происходит в древних цивилизациях. Мир населен магическими существами, пугающими и в то же время невероятно притягательными. Фильм основан на русских и китайских легендах. С одной стороны, это художественное произведение, полное фантазии и вымысла. С другой, исторически точное и выверенное, где все от декорации до костюмов персонажей создано в соответствии с эпохой. В кадре появляются звезды кинематографа. Джеки Чан в роли мастера таинственного пленника тюрьмы и Арнольд Шварценеггер, хранитель лондонского Тауэра. На площадке собралась огромная международная команда, более 500 человек из 10 стран. «В огромном павильоне был построен такой корабль-трансформер. У него убирались палубы, мачты, его можно было качать в разные стороны. Нас поливали из бранцбойтов водой, забрызгивали пеной. В какой-то момент я поняла, что я реально на корабле». «Тайна печати дракона» — это продолжение нашумевшего фильма «Ви», первой российской ленты, собравшей миллиард рублей в отечественном прокате. Новая картина, верит создатель, превзойдет эту отметку. Съемки окончены, сейчас идет работа над звуком. «Мы придумываем просто то, чего не существует в природе. Особенно это касается каких-то волшебных существ, мы же не знаем, как они могут звучать, мы не видим их в реальной жизни». В студии на Мосфильме трудится специально прилетевший из Пекина Чжан Юньмин, который адаптирует речь героев для китайского зрителя. «Я хочу, чтобы голос волшебника звучал немного громче». С юных лет звукорежиссеру созвучно русское кино. Он делал дубляж советской классики. За особо удачную работу даже получил неофициальный титул китайского Штирлица. «Я озвучивал героя Тихонова в 17 мгновениях весны, в Осково фильме «Азорь здесь тихие», «Новосельцево в служебном романе». Тогда я и проникся советским кино. Получив приглашение поработать над новой российской картиной, принял его с большим удовольствием». Чжан Юньмин в Москве впервые, пользуясь случаем, спешит прогуляться по столичным улицам, которые прежде видел лишь на экране. «Советская архитектура с детства меня впечатляла. Очень рад наконец посмотреть на все это вживую». Небольшой перерыв и снова в студию. Важно завершить работу в срок. Зрители Китая и России с нетерпением ждут выхода ленты. «Я себя помню, я такой еще в прошлом веке рожденный. Я помню, я смотрел очень много китайских фильмов. На сегодня как-то эта история исчезла из нашего проката, из нашей действительности. Хотелось бы опять поднять эту тему». «Тайна печати дракона» сначала выйдет в прокат в Китае, а затем и в России. Громкая премьера запланирована на осень. Гения Строгина Павел Гузунов, CGTN, Москва. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за событиями вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com. У меня на этом все. До встречи в Эгиле. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы попали на необитаемый остров... А, Ваннань, смотри, что это? Что нужно делать, чтобы выжить? Неужели вы нас так бросите? Как найти воду для спасения? Как добыть огонь? Ваннзинь! А! Что с этим огнем? Как добыть пропитание? Совсем нет или не поймать? Еще раз тебя спрашиваю. В сегодняшнем выпуске «Вот это да» мы расскажем вам про секреты выживания на необитаемом острове. Холодно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Греби давай! Тут есть большой риф! Это камень, здесь очень скользко. При помощи одиночного спасательного плота Ваннань, Ванзин и Джеймань Куй доплыли до необитаемого острова. Пока они добирались до берега, почти выбились из сил. В этот раз они хотят попробовать выжить пять дней на этом острове, пока к ним не придут на помощь. Давай сюда! Внизу очень мокро! Быстрее! Вы все промокли? Скорее, надо снять мокрую одежду. Я не могу! У меня и сумка вся промокла! Очень мокро! А, мои лекарства! Давайте перевернем плод, положим на него все вещи и посушить. Да-да, положим посушить сверху. Телефон. Еще работает? По всей видимости, нет. Чтобы избежать дальнейшего снижения температуры тела, самая главная задача – разжечь костер до заката солнца, чтобы пережить холодную ночь. Но спички, которые они взяли с собой, промокли. И нет никакого оборудования для добычи огня. Как же его разжечь? Давайте тут разжигать, тут как раз прикрыто. Нужно собрать сухие ветки. Да, набрать вот таких сухих. Такие подойдут, да? Такие? Здесь лучше от ветра закрывает. Да, подойдут. Пойдемте собирать. Вот, а зачем высохшие ветки собирать? Вот это. Солому тоже можно. Я пойду посмотрю. Внутри ровно. При такой ширине нам будет тесно, а если лечь вдоль, то нормально. Дайте я посмотрю. Пойдемте. Сначала собирать хворост, одежда как раз высохнет, а потом мы тут... Я замерзла! Да, мы тут уберемся. Хорошо. Ребята нашли укрытие и стали искать способ разжечь огонь. Ночуя на природе у костра, можно сохранить тепло и предотвратить нападение диких зверей. А еще можно приготовить еду, что очень важно. Ты уверен, что у тебя нет зажигалки? Я не брал зажигалку. Ну и что делать? А где твой телефон? Телефон там лежит, сохнет. Телефон ведь больше не работает. Можно использовать батарейку. Батарейка разрядилась, но можно зажечь огонь. Ван Нань вдруг предложил разжечь огонь с помощью промокшего сломавшегося телефона, что сильно удивило Ван Зин и Джен Вань Куя. Как же можно разжечь огонь с помощью телефона? Внутри, внутри вот так нужно убрать защитный слой. Как только литий соприкоснется с воздухом, он сразу же загорится. Ну давай, зажигай. Это лучше тебе сделать, давай ты. Это может взорваться. Послушай, снимаешь защитный слой, ударяешь острием топора, тогда зажигающее покрытие загорится. Давайте найдем безветренное место. Чуть отойдем, давайте. Почему-то мне кажется, что это опасно. Не опасно, не опасно, делай. Загорелась? Подожди, подожди. Загорелась. Загорелась. Загорелась, загорелась. Вот так. Ван Дин, иди за огнем. Не дай ему потухнуть. Я пойду по острову, посмотрю, нет ли здесь людей. Поищу питье. Так пить хочется, что сил нету. А я пойду поищу еду. Хорошо. Хорошо, ну мы скоро вернемся. Хорошо, я буду жечь костер. Следи за ним как следует. Ван Нань, Ван Зин и Джейн Вань Куй быстро принесли сырую одежду к костру сушиться. К этому времени они устали и сильно хотели пить. Ван Нань предложил пойти поискать воду и заодно посмотреть, нет ли на острове людей. Вот так начался первый день выживания на необитаемом острове. Все как будто шло удачно. Но на острове не было ни реки, ни пруда. Где же искать питьевую воду для выживания? Возьму ее, потом дам Вань Куй. Ван Нань решил пройти по берегу и следовать остров. Он заметил, что он небольшой, и кроме них тройних на нем никого нет. Но откуда им взять еду, чтобы продержаться пять дней? Возьмем одежду, сделаем корзину. Сейчас чего-нибудь выловим, и можно будет положить сюда и вытащить. Пока солнце не село, Джейн Вань Куй сделал из одежды и веревки простой карман, и приготовился идти в море искать добычу. Сюда немало поместится. Обычно в щелях рифов что-то бывает. Устрицы! Джейн Вань Куй пошел к берегу, где было много рифов, и стал искать под ними. И действительно нашел несколько устриц. Они в основном обитают в нижней части рифов по береговой линии. Если осматривать невнимательно, можно подумать, что это камни, и не увидеть их. Благодаря тому, что Джейн Вань Куй тренера имеет богатый опыт выживания в дикой природе, он надеется увидеть больше приятных сюрпризов на берегу. Джейн Вань Куй постоянно искал в щелях рифов и вдруг обнаружил осьминога. Он тут же схватил его. Хотя на этом острове нет людей, но он превратился в райский уголок для морских организмов. Так был обеспечен ужин. Он, наверное, не погаснет. Если я буду просто сидеть и следить за костром, толка не будет никакого. Нет. Пойду-ка я порублю хворост и заодно посмотрю место для ночлега. Смотри, не погасни. Я же на тебя столько времени потратила. Ван Зин, которой дали задание следить за костром, тоже захотела внести свою лепту в общее дело. Она взяла топор и пришла к обрыву в поисках хвороста. А заодно и решила очистить дорогу к пещере. Мне нужно очистить этот путь. Так будет легче заходить внутрь. Начнем. Ван Зин! А? Что случилось с костром? Что? А? Что такое? Я совсем ненадолго отошла. Как он мог потухнуть? Близилось время наступления сумерек. Джен Вань Куй посчитал, что даже без огня нужно попытаться найти пропитание. Выживая на необитаемом острове, нужно использовать все возможности для поисков пищи и воды. Поэтому все трое, несмотря на усталость, снова пошли на берег в поисках еды на завтра. Она точно рваная. Кто будет выбрасывать хорошую? Вот эта часть хорошая. Можно намотать побольше, чтобы закрыть дырку. Смотрите, сейчас отлив, вода очень далеко ушла. Завтра утром во время прилива прибудет рыба, а потом при отливе... Попадется в сеть. А мы заберем сеть. Джен Вань Куй решил отремонтировать сеть, подобранную в Аннанем. Потом воспользоваться отливом и повесить ее между рифами, в качестве приманки использовав мясо устриц. Так, в ходе последующего прилива и отлива, в сеть может попасть рыба, которая плавает рядом с рифами в поисках добычи. Я сейчас положу ее вниз. Я нашел камень, прижать ее. Да, повесим внизу, не торопись. Как наступит прилив, она войдет сбоку. А во время отлива попадет сюда, выйти не сможет. Да, да. Ладно. Да, да. Устриц бросает туда, думаю, приманить много рыбы. Разбрасывай тут и все. Да, да. Разбрасывай тут и все. Трое вместе взялись за дело. Нашли на берегу рифовую зону, крепко повязали на нее сеть, а Джен Вань Куй повесил устричное мясо, пойманное днем. Все было готово. Завтра будет видно, удалось поймать рыбу или нет. Вань Куй, ты зачем уснул? Как ты уснул? У тебя руки... Я ненадолго. Я заснул, когда уже начало светать. Ничего. Вандин, Вандин, пора вставать. Вставай. Ах, как же холодно. Уже солнце вышло, вставай. Спать очень опасно. Холодно еще, ладно. Я очень хочу пить. Послушайте мой голос. Ах, очень хочется пить, ужасно. Что делать? У меня еще и горло болит. Э, а у тебя там... Погрейся на солнце и согреешься. У тебя там есть дождевик? Есть. Дай-ка мне, я что-нибудь придумаю. У меня есть. Дай-ка я посмотрю. У меня тут есть пакет. Давай скорее, дай посмотреть. Эй, я тебе скажу, сегодня до полудня, я дам вам попить воды. Правда? Я попробую, наверное, да. Как же Ван Нань собирается добывать питьевую воду с помощью дождевика? На самом деле, когда я брал дождевик, я собирался использовать самый простой способ выпаривания воды. Но на море ситуация не такая, как мы привыкли, или, как говорят по телевизору, и учат в книгах. Конечно, сначала нужно вырыть ямку. У меня два дождевика. Материал не самый хороший, но он тоже даст воду. О, какая холодная! Смотрите, я буду использовать водоросли. В них содержится много воды. Если удастся выпарить, мы сможем попить пресной воды. Скорей, я уже больше не могу. На самом деле, очень важно положить посередине камушек. Ни тяжелый, ни легкий. Женщина. Продолжение следует...